Друзья, всем большой привет! Сегодня мы продолжим разбирать вопросы от подписчиков. И на очереди у нас полосы на башнях советских танков. Думаю, нетрудно догадаться, что они являются тактическими обозначениями. Но вот что конкретно означает красный, синий или жёлтый цвет? Давайте разбираться. Чтобы понять значение цветов данных линий, нам следует обратиться к боевому уставу механизированных войск РККА, в конце которого рассказывается о значении цветов и порядке их нанесения. Запомнить обозначение очень просто. Самая верхняя линия означала батальон. Ширина полосы составляла 15 см. Первому батальону соответствовал красный цвет, второму – белый, третьему – чёрный, четвёртому – голубой и, наконец, пятому батальону соответствовал жёлтый цвет. На 15 см ниже наносилась вторая пунктирная полоса, которая означала роту. Значение цветов аналогичное. Первая рота – красный, вторая рота – белый и так далее. И, наконец, для обозначения взвода ниже на свободном месте левой и правой стороны башни, а также позади, наносился цветной квадрат размером 40 на 40 см. Толщина линий составляла 8 см. Как вы уже догадались, цвета оставались такими же. Внутри квадрата белой краской наносился порядковый номер машины в взводе. Однако эта система опознавательных знаков оказалась труднозапоминаемой. Кроме того, бесконечные изменения штатов бронетанковых частей, передачи машин из одного батальона в другой, неопределённость этой системы для отдельных род отдельных батальонов не способствовали распространению этой системы опознавания в войсках. И довольно часто можно заметить несоблюдение правил нанесения тактических обозначений. Поэтому во время масштабных учений использовались иные тактические обозначения. Также встречается мнение, что серьёзный удар по этой системе опознавательных знаков был нанесён событиями на реке Халхингол, когда туда срочно перебрасывались как целые танковые батальоны, так и отдельные роты, а на восполнение потерь шли машины по отдельности. Танки и машины срочно приходилось перекрашивать в новый камуфляж, а поскольку перекраска производилась в тылу, то опознавательные знаки на них при этом не наносились совсем, так как не было известно, куда какая машина попадёт. В то же самое время в войсках, которые вели упорные бои, не было ни краски, ни времени для нанесения опознавательных знаков. Собственно, в конце 30-х годов от данной системы в советской армии отказались. Друзья, спасибо вам большое за просмотр! Если понравилось видео, обязательно поставьте лайк! Также советую посмотреть мой ролик про названия на эжекторах Абрамсов. С ними не всё так просто, и каждое название несёт за собой определённый смысл. Субтитры подогнал «Симон»